А знаем ли мы сейчас на самом деле о настроениях русского народа? Вот об этом всё мы поговорим с нашим другом, с нашим гостем, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета Александром Владимировичем Пыжиком. Здравствуйте, Александр Владимирович. Добрый день, Дмитрий. Александр Владимирович, мы начинаем большую такую работу, большую дорогу для наших радиослушателей. Когда я говорю, понимаем ли мы сейчас, о чём думает наш народ? Понимали ли тогда императоры? Да вплоть до грянувшей русской Великой революции 1917 года, реальное состояние народа. Почему была такая разница между официозом и реальным состоянием? Ведь, по сути дела, только вспышки, такие страшные вспышки, как Пугачёвский бунт, как потом последующие события 1812 года. Всё, что происходило в эпоху Николая I, по сути дела, это вторая Россия, как Атлантида была рядом. Расскажите, пожалуйста. Ну, во-первых, конечно, сам факт, что на радио России, на государственном радиоканале, на государственном радио будет звучать тематика раскола, стареобрядческая тематика. Вот само по себе это очень знаменательный факт, поскольку действительно как-то так повелось ещё с советских времён, что всё, что связано со стареобрядществом, это находилось на какой-то периферии научного поиска, явно не на передних каких-то фронтах научных, и что теперь эта тематика наконец-то разворачивается и начинает занимать центровое место, какое оно и должно занимать. Вот это действительно очень отрадный факт, и его нельзя не отметить. Почему факт отрадный, что мы вот говорим о стареобрядчестве? Ну, здесь несколько шире, можно сказать. Ведь, по сути, если мы обратимся к тем маститам, российским историкам, которых все прекрасно слушатели знают, начиная с того же Николая Михайловича Карамзина, и дальше продолжаем этот ряд и Соловьёв, и Сергей Фёдорович Платонов, и Д. Ключевский тоже. То есть это маститые историки первого ряда, высшей категории, которые все были связаны так или иначе с царствующим домом. Они входили в элиту, это абсолютно точно. Формировали там представления, на них ориентировались, их читали. Действительно, очень востребованные произведения. Так вот, если мы посмотрим их произведения, а это тома у каждого, у каждого это тома, это не просто какие-то книжески, все это мы прекрасно знаем, у многих есть эти издания, то о чём эти тома, многотомные издания, чему они посвящены? Они посвящены истории России, а если точнее правящей прослойке России. Войны, дипломатические какие-то дела, что-то ещё, что происходило, какие-то конфликты, интриги, представители, всё об этом. Придворные интриги. Придворные интриги, да. То есть всё вот это вот... Дела князей, государей, императоров. Какие-то экономические дела, в смысле там таможенных и всех прочих там дел, которые, опять-таки, составляли государственную экономическую политику. Вот сфера интересов всех этих наших ведущих историков. Что касается непосредственно народной жизни, то она в этих многотомных изданиях у каждого присутствует только контурно и занимает там буквально 10%, значит, собственно говоря, места. Видно даже, вот когда читаешь и просто даже пролистываешь тома Сергея Михайловича Соловьёва, то видно, что куски по поводу народной жизни, там событий в народной жизни, они как производят впечатление вот вставленных просто, ну, нужно это добавить было, добавки такие, довески к общей конве, которая того интересовала в первую очередь. Поэтому там, да, что... А вот там были какие-то там бунты, там какие-то там события, кто-то что-то там не согласился, что-то произошло в крестьянской среде, в народной. Естественно, даже в этих пунктирных вот этих добавках и вставках там постоянно присутствует тема раскола. Вот это сразу бросается в глаза, и об этом нужно сказать. То есть Соловьёв понимал, что когда он пишет и добавляет этот материал о народной жизни, то неизбежно, значит, здесь всплывает тема вот этого религиозного раскола, и этот раскол обитает уже там, в народе, а не в правящей прослойке. Александр Владимирович, правильно я понимаю, что когда мы говорим об отчётах всех администраторов, если мы говорим об России 18-19 веков, администратора, неважно, Петровский, Елизаветинский, Екатерининский, Павловский, Николай I, дальше Александров, они давали внешнюю картину, говорили. Вот там мужик бунтует, вот там какие-то неустроения, непорядки. Малороссы говорили, негоразды, там что-то ещё, польское, царство польское, там ещё что-то. Но реальные картины, эти отчёты администраторов, вспомним Городничего, да, который перепугался Хлестакова, ведь по сути дела отчёты, картины не давали. По сути дела каждый раз с Петровских времён императоры вынуждены были изучать свой народ. Вопрос, а как это, ну, если Петровские времена, нашей широкой публике, да я сам про Петровское время больше знал по роману Алексея Толстого, Пётра Первого. Это вот классика, как входит, школьная программа даже этого не имеет. Но все остальные начинают читать того же Карамзина, того же Ключевского, Соловьёва. И на этом всё заканчивается. Когда мы говорим о Расколе, это же не просто теологический вопрос, вопрос вероисповедания. Здесь что-то другое. Это гораздо глубже. Ну, конечно, да. Ну, Карамзин как... А как народ, вот прошу прощения, тогда воспринимал официальную церковь. С тех времён ещё Никоновского Раскола. Ну да, тут просто уточним, как Карамзин-то о самом Расколе писать не мог, он закончил смутным временем свою историю государства российского. А уже там Платонов, это там, да, Соловьёв, конечно, это всё писали, он закончил Екатерина Второй. Ну, здесь смысл в чём? Что вот Пётр Первый фактически в этом плане, в народном, он легализовал стареобрядчество в юридическом смысле. Это впервые. Это случилось в 1716 году, когда началась перепись первая, которую Пётр Первый повелел провести. Это первая всероссийская перепись, по-нашему говоря, ревизия, ревизия, вот эта первая ревизская. И там как раз было графа о вероисповедании в плане вот раскольника или нет, предпринадлежность к церкви нужно было указать. Вот. И, собственно говоря, ожидания-то такие оказалось. Из общего числа людей, которые в переписи приняли участие, указали себя стареобрядцами только 2% населения. Только 2% населения. Это в пределах статистической погрешности. Это вот известная цифра. И, собственно говоря, вот эта первая цифра, которая появилась вообще официально, она, собственно говоря, никуда затем и не исчезала вплоть до 1917 года. В официальном смысле. До 1917 года. Абсолютно. Потому что последняя перепись в Российской империи, уже полноценная такая перепись в нашем уже понимании, 1897 года, Николай II ее проводил, там же с Горемыкиным, с министром внутренних дел вместе, тоже указала, что стареобрядцев 2% населения. 200 лет Российская империя живет, не понимая, какой народ потом бунтует так, что победоносные, как вы объяснили мне тут при подготовке беседы, русско-турецкая война, где там и Суворов дает дрозда, и румянцев задунайский, победоносные русской армии вдруг вынуждены остановиться и развернуться. Тыл впылает, вся страна горит. Конечно. Собственно, из-за этого свернули очень-очень успешную вот эту русско-турецкую войну. Могли развить ее на самом деле, а не удалось из-за событий на Волге. Петр Первый, получив 2%, удовлетворился этим результатом. Ну, он же очень умный. Все они были умные руководители. Не было ни одного руководителя. Руси идиота. Все понимали. Ну, конечно, я думаю, он понимал прекрасно, да. Причем эти 2%, это очень сложно, потому что многие отказывались вообще принимать участие в переписи или пропускали этот пункт, значит, уклонялись всеми возможными способами, чтобы это указывать. И в 1716 году указ был о ревизии первой, где вот эту вот старообрядческую нужно фиксацию было провести. А в 1722 году, спустя 6 лет, опять был указ, что ни черта, ничего не собрали. Опять неполные все эти данные. Значит, снова надо и везде опять указ рассылать, чтобы это снова уточнили именно религиозную вот эту идентификацию. И не вообще там в целом, а именно религиозную. Именно религиозную. Конечно. То есть не поверили. Нет, конечно, не поверили. Иначе не было такого указа, да. И еще раз. Император не поверил этому отчету. Сказал, а ну-ка, давайте еще раз. По новой, да. Проверите этот пункт по новой. Именно этот пункт. И всю ревизию, да. Именно этот. То есть действительно не понимали, значит, что представляют собой вот эти вот людские массы, слои огромные. То есть их не удавалось вовлечь вот в официальную церковь, в официальную церковь, которая уже к времени Петра Первого, она уже была отстроена. Он фактически довершил эту отстройку. Кстати, довершил он ее очень активно. И брал пример с Алексея Михайловича, с отца. А именно в чем брал пример? Именно при Петре Первом просто на потоке хлынули на руководящей должности в нашей церкви представители Малороссии, Малороссийского духовенства, иерархов. Они заняли практически все крупные административные посты, начиная там с епископов, каких-то придворных, архимандритов, ведущих монастырей, учебных заведений, настоятелей, и все, значит, такое в таком духе. То есть это стало просто как эта Малороссийская церковь. Вот когда я это смотрю, а это абсолютный факт, с которым каждый при желании может легко ознакомиться или нелегко, в зависимости от доступа к источникам. И я, глядя на это, у меня просто в ужас прихожу, когда цитируют Михаила Грушевского, знаменитого историка украинского, когда он говорит, нашу церковь, Малороссийскую, Киевскую, Метрополию, разгромили. Они разгромили ее. Мы никогда, говорит Грушевский, не простим Москве. Вот то, что они сделали с нашей церковью. Позвольте. Как это может, вообще эти слова, можно, на кого они рассчитаны, когда все это, тех, кого разгромили, оккупировали все РПЦ. Как она тогда, греко-какофолическая, называлась на этой детали. Александр Владимирович, ну, у нас же, вот сейчас, коммунисты на Украине, когда устроили отрыв Украины от Советского Союза, извините, одно из первых действий было устроено Киево-Могилянская академия, которая кует кадры для незалежной Украины, если мы сейчас говоримся. Но ровно, извините, когда мы, но в честь кого она названа, Могилянская академия, Могилянка, извините, моя двоюродная сестра, троюродная сестра заканчивала Могилянку, это в честь Могилы, это, извините, это виднейший иерарх, просветитель, Петр Могила, извините, так потом же его выученики все пришли в Москву, к нам сюда, в Москву. Киево-Могилянская академия стала поставщиком кадров таких, да, высших, для всей Российской империи, вообще для всей, и для столичной, и не столичной, каких хотите, всех регионов, как после этого можно говорить, что Москва, Россия, Петербург угнетала, разгромила, значит, это, да, тех, кто оккупировал всех затем. Ну, оккупировал, фактически. Слово великоросса, я за малоросса буду говорить, я все-таки там родился. Итак, мы видим, что у нас при Петре Первом произошло довершение дел отца Петра Первого, Алексея Михайловича, Тишайшего, при котором... Войны не прекращались там, да, Тишайший, в смысле, пикнуть никто не мог. Если так, да. Итак, получается, что у нас к тому времени страшное, катастрофическое для русского народа, идеологическое, мировоззренческое, прежде всего, вероисповедальная революция была административно как бы довершена. Абсолютно, административно. Это при том, что реально народ бунтовал и вставал просто. Вот те эпизоды и о самосожжении. Ну, да, это много. Это страшное дело прокатилось по всей стране. Фактически, часть народа ушла вот как Китежград, как Атлантида погрузилась. Так вот, мы-то теперь и подходим к тому вопросу, Дмитрий, который вы поставили логично к этому ответу. То есть, получается, почему 2% только, значит, почему все, значит, отказывались вообще как контактировать. Вопрос-то задавала государственная власть и церковь тогда. Государственная власть это Романова, прежде всего. Ну, конечно, Романова, а кто же еще? И люди не хотели с ними контактировать, даже невозможно было религиозную идентификацию провести. Правильно. А почему невозможно? Возникает вопрос. Вот мы на него ответили. Потому что вся верхушка русской православной церкви, или опять сейчас будут поправлять там грехо-гофолическую, как она тогда называлась, опять это детали, оказалась малороссийско-польская на самом деле. И что, это люди не понимали, кто заправляет теперь в церкви? Да прекрасно понимали, не надо считать всех идиотами там, да, не помнящими ничего. Позвольте, на уровне крестьянства было такое осознание, что это малороссы? Конечно, потому что все начальство, это же означало не просто, это означало продвижение вот этой вот никонианской веры, то есть вот этих вот всех догматических обрядовых правил, которые, собственно говоря, и были рождены в Киево-Могилянской Академии. И первый, кто их начал делать, это Петр Могила. Он идейно подготавливал и Михаила Федоровича, и Алексея Романовича, но там мало он прожил про Алексея Романовича. Оттуда вот этот источник. Поэтому у старообрядцев и будет путь антихриста-то. Рим, Краков, Киев, Москва. Даже так. Да, это вот такой вот образный путь антихриста, который проделал в сознании старообрядцев. Те, которые остались со прежней, как говорили народной, московской верой. А ей на смену пришла другая, киевская, как ее называли. А что значит киевская? Это барская вера, потому что она полностью ассоциировалась с правящей прослойкой. Вот этой вот, которую Петр Первый, естественно, продвигал или леял. Мы сейчас, если мы проскочим эпоху Бероновщины, мы пройдем все-таки Елизавету знаменитые Елизаветинские время. Пусть простят меня вдумчивые наши радиослушатели. Екатеринская время, когда мы говорим о светлейшем князе Григория Александровича Потемкани, когда мы говорим о графе Петре Александровиче Румянцеве за Дунайском, это ведь не просто блестящие полководцы, а не блестящие администраторы. Да, эти, да. И когда их в традиционной такой, либо фильмографии, либо историографии воспринимают, но такими капризными, барами, господами, эти люди вкалывали 24 часа круглосуточно, всю неделю. Это просто люди, которые пахали, как черные валы. При том, что считалось, что они вели роскошную жизнь. Почему эти блестящие администраторы, полководцы Екатерины так озаботились? Они тоже поставили вопрос о изучении старообрячества. А что же за народ-то под нами? Что за Атлантида такая? Ну, об изучении, и все-таки не только об изучении, они поставили вопрос о легализации, значит, еще больше, значит, старообрячества. Ведь все-таки, напомним, сам термин раскольника и вот эта вот перепись населения, она для чего, собственно говоря, приводилась? с точки зрения религиозной идентификации, что все старообрядцы, кто себя укажет, старообрядцам, они платят двойную подушную подой, двойной налог. С каких времен пошло? С Петра I. Двойная пода. Двойная пода. Это всегда было. И в 1782 году Екатерина II это отменила вообще. И графу эту старообрядцы, и подати двойные, уравняв всех, значит, населения. Александр Владимирович, очень такой принципиальный вопрос. Насколько потрясла основы аристократии, русской аристократии Пугачевская война? Да, она просто сотрясла все основы трона, там не только правящие прослойки. Поэтому все мечты Екатерина II жила вот в атмосфере того, что она построит наконец-то единую российскую нацию, такую имперскую. в имперском смысле. Немка, немка по происхождению расстроила русскую нацию. Ну, на самом деле, она отстраивала русскую нацию, все-таки пример брала она там, значит, в Европе, там первые озаботились этой проблемой, там всякие интеллектуалы, она как в курсе всех дел была научно-интеллектуальных, она решила это делать здесь. И вот теперь, конечно, Пугачевское вот это восстание, вот эта Пугачевская война крестьянская показала, что, да, притворение в жизнь, ее мечты очень далеко, и об единой нации говорить крайне сложно. Нужно что-то делать. Вот отсюда она и обратила внимание вот на стареобрячество, что здесь его нужно срочно подтягивать сюда, к ее вот этому российско-имперскому формату. И ее вот фавориты, ее, значит, ближайшие сподвижники, которых мы сказали, и Потемкин, и Румянцев, вот они как раз в этом русле и действовали. Они предлагали конкретные меры, они встречались с конкретными людьми из стареобряческой среды, узнавая лично, как лучше это все сделать, как оптимально это все провести. То есть это не то, что реакция была на пугачевские события только кнутом, батагом вырвать ноздри там. Да, ну это было, да, что силовыми методами нацию не создать. Екатерина Федоровна это прекрасно понимала, и ее окружение тоже. Вот только силовыми. Кнутом загоним сейчас всех. Это опять кончится второй пугачевщиной. Это при том, что звезда того же Александра Суворова она взошла при подавлении пугачевского восстания. Он урвался туда, говорит, дайте мне время, я его поймаю. Ну, по сути дела, ну и сделал. Вопрос. Ведь когда мы говорим о вот этом периоде пугачевского восстания, мы о нем очень много знаем по капитанской дочке Александра Сергеевича Пушкина. Вообще Пушкин очень интересовался историей пугачевского. Это в нашем общественном сознании. Нас, современных русских людей, нашего всего многонационального народа, вдруг, по сути дела, впервые в сознание читающего народа вошли понятия казак-старобрядец, яицкий казак, башкиры, и все прочее. То есть, вот это многонациональный состав русского народа далекий от Петербурга и Москвы. И вдруг эта огромная среда живет по-своему, действует по-своему, выдвигает народных лидеров и, как вы сказали, сотрясает основы трона. Это прошло уже время, когда Пушкин изучал, то есть, по сути дела, это времена дедушек, это бабушек события. Так никуда же проблем-то не ушла. А вот почему? Почему Пушкина это так заинтересовало? Ведь Пушкин, к нему же, так скажем, тогдашние профессиональные патриоты такие, ура, относились. Да вообще Пушкин, писак, а вообще не пойми какой, нацмен вообще, вообще, какой-то, что он пишет? Вот это очень хороший момент. Во-первых, Пушкин пытался понять душу народную, если так можно сказать. Отсюда вот его интересы, то, что он обратился к этой тематике. Он понимал, что это то направление, которое нельзя игнорировать, по нему надо идти. И вот самое интересное, Пушкин тоже был озабочен этой задачей, что вот как это единая нация, как же она будет единой нацией. И вот не случайно Пушкина, между прочим, избрали в академике Российской Академии Наук. Президент этой Российской Академии Наук был Александр Семенович Шишков, это известный славянофил и такой представитель патриотического лагеря. Это не путать с Петербургской Академией Наук. Она более естественно научная была, а это гуманитарная российская была. И вот Шишков туда принял Пушкина, сделал предложение и приголосовали за Пушкина там голосованием, это было, чтобы он стал. И вот почему здесь смыкается Пушкин и Шишков, я об этом вспомнил, потому что Шишков всегда говорил, что, ребята, вы какую единую нацию здесь хотите делать? Изображаете какой-то единый народ? Вы все говорите на французском, немецком. С кем вы тут собираетесь брататься-то? Ну, по-нашему, вы говорили так грубо. У вас Леон Мужик, да? Это комедия. И Пушкин, конечно, понимал все это, поскольку он общался с Шишковым, и вот то, что это самое действительно, он был избран в эту Академию Наук в российскую, Пушкин, очень характерный факт, и его интерес был такой же, как Шишковский. А в чем дух народа? Вот это нужно понять. Это самое главное, что было. И вот Пугачевские восстания, это как раз перелом, когда все это обозначилось. Поэтому отсюда такой огромный интерес Пушкина к этой теме. Александр Владимирович, ведь, по сути, мы когда говорим о событиях, мы уже пришли к эпохе Александра Сергеевича Пушкина. Это для сейчас он для нас все. Это для сейчас. Мы тут празднуем его день рождения буквально неделю, а то и больше, вспоминая его строки, вспоминая его прозу. Но в то время, о котором мы сейчас говорим, были люди, которые, я говорю, профессиональные патриоты, это их называют, которые говорили, Пушкина надо вообще запретить. За что? Да, тогда квасные патриоты. А что это такое было? Это была, значит, такая прослойка, кстати, не надо ее ровнять Шишковым, часто это делается. На самом деле, это совершенно несправедливо. Это не те слонофилы, которые... Нет, нет, нет. Это такие квасные патриоты, которые на самом деле все те же представители дворянской прослойкой, которые к понятию патриотизма подходят, так сказать, кандовы. То есть ты должен быть, с их точки зрения, вот чистокровным, полнокровным русским. А посмотрим мы на Александра Сергеевича Пушкина. Да это же вообще какой-то там эфиоп, как они говорили. Значит, ему не место вообще в России. И что он выразитель каких-то дум народа будет, он будет пытаться проникнуть в душу народную. Это что такое? Убрать его немедленно. Только мы знаем, что такое душа народная. Это православие, самодержавие, народность. Россия для русских. Да, да, да. То есть это такой тип современного такого кандового русского националиста, который, значит, шаг в лево, шаг в право, расстрел там. Да. Ну, это абсолютно бесперспективный путь. Это уже история показала. Хотя вот постоянно всю эту историю хоть и показывает, но воспроизводится. Поэтому мы в Российском радиоуниверситете об этом говорим. Ведь, по сути дела, если мы говорим о Пугачевской войне внутренне, когда Лев Николаевич Толстой уже спустя полвека после писал свою «Войну и мир», ведь, по сути дела, это же была та же реакция на огромные события, связанные с народной жизнью. По сути дела, русское дворянство, для которого французский был первым, впервые познакомился, массово познакомился с огромными массами населения. Вот этот «Ле Мужик», он вдруг стал бок о бок. А чувствуете интерес? И Александр Сергеевич Куршкин, и Лев Николаевич Столстой гений, они все пытаются проникнуть в душ народа каждое свое время. Конечно. Мы сейчас об этом говорим, мы будем говорить о Горьком, мы будем говорить об Аксакове, мы будем говорить сегодня обязательно о Лескове, потому что мы говорим о том огромном явлении, о русской Атлантиде, которое непостоянно влияло на суть народа. Ведь что получается? А ведь декабристы, если мы сравним с декабристами, вроде бы либералы, западники, ну так на секундочку хотели перерезать семью императоров, просто под корень извести, их же не за бунт повесили пять человек, а за намерение просто перебить всех до последнего. Они, будучи такими просвещенными масонами, между нами масонами, говоря, они понимали суть вот этого старообрядчества и раскола в русской Атлантиде. вот я как раз, мне этот вопрос очень сильно интересовал, я как раз в гранях русского раскола вот его излагаю, то, что удалось найти. Конечно, декабристы были совершенно в стороне от такого явления, как старообрядческий раскол. Он никак у них не фигурирует, ни в каких программных документах, ни в каких-то воспоминаниях. Первое обращение к расколу, как мне это подсказали, у декабристов случились на каторге, когда были они осуждены, их туда, значит, выслали. Вот там они столкнулись с народом впервые, не видели о нем в Петербурге. Люди пишут программы устройства империи, люди пишут, целая конституция разрабатывают, не понимая, какой народ русский на самом деле. У них священники должны быть государственными служащими по программе декабристских. То есть хватит им заниматься какими-то делами религиозно-общественными. Государственный чиновник. То есть ответственный за нравственное воспитание народа. А что представляет из себя сам народ в нравственном смысле-то? Об этом ни звука. Это их не интересовало, они проходили уже мимо. Дальше там мчались в своих идейных рассуждениях. Вот на каторге познакомились. Впервые на самом деле тема староверов в революционном до 19 века медового движения она возникает в кружке петрашевцев. Вот на самом деле. Там был значит один они все были люди молодые все редко покидали Петербург и тоже ни черта не понимали что такое народ как он живет где он живет и там был один постарше лет на 20 старше всей этой публики военной которая служила на Урале и вот он-то им там прозвучало во всех материалах петрашевцев это есть что чего вы значит здесь какую-то болтологию разводите надо раскольников поднимать вот на Урале их там столько вот чем надо заниматься а вы какой-то фурье здесь они же там все были увлечены французской утопической социалистической мыслью были увлечены сам Петрашевский в первую очередь вот это был такой взгляд это кстати очень обратило внимание тогда полиции вследствие по петрашевцам это специально было выделено спасибо ребята подсказали да ну затем уже будет Герцан Огарев Бакунин у которых будет там ставка и мы на расколу скажем это мы ушли во вторую половину 19 века а по сути дела почему все возбудились потому что возбудились кстати опять благодаря поездке одного немца немца барона Августа Гацгаузена это такой прусский научный исследователь был очень такой известный в Европе друг братьев Грим немецких сказочников более того второй том сказок братьев Грим он полностью записан в семье барона Гацгаузена о том материале что собрали маленькие комментарии российского радиоуниверситета отчетность администраторов не устраивала не только Екатерину Великую не только Петра Алексеевича Романова Петра Великого но государство в лице Николая Первого точно так же озаботилось а что же за народ то такой у нас в 30-м году бунтануло царство польское у нас только что прошло восстание декабристов надо понять что же на самом деле в каком состоянии народ Николай Первый не был тем Палкиным который ему собачье такое прозвище прикрутили это был очень грамотный и образованный человек и он понимал что администрация на местах не рассказывает о нас по настоящему народе и пригласил иностранцев фантастически я прошу прощения потому что одновременно ведь по сути дела в это время поднимается концепция Уварова графа Сергея Семеновича Уварова православие собрежавая народность опять-таки единая нация вот мы говорим о том что вот трехчленка такая при Екатерине Великой эта идея пошла вот при Николае Первом она уже завершилась это форму уже привела именно при Николае Первом кристаллизовалась эта формула и пожалуйста у нас министр просвещения граф Сергей Семенович Уваров по сути дела приглашает или не приглашает Астольфа де Кюстина который дал свою знаменитую записку но он не оправдал доверие к нему там очень было негативное отношение книгу его даже запретили у нас в России я ее читал она на русский переведена прекрасно она не такая и ругательная ну все равно она довольно поверхностная а вот Гасгаузен это ученый Кюстин не ученый вот в чем была значит мы сделаем обязательно в российском радиоуниверситете отдельную передачу по путешествию Астольфа де Кюстина по России потому что 180 лет в этом году начало его путешествия 180 лет самой оголтелой русофобии на западе но он не понимал ничего Дмитрий а мы расскажем почему это все было я помню эту фразу чем занят этот русский народ не выясняет кто лоб кресит тремя или двумя перестами какой чепухой они вовлечены но он не понимает о чем речь идет даже возвращаемся к барону Гасгаузену не Гасгаузену это совсем другое это серьезно европейского уровня иностранец такого что потрясло он не знал русского немецкого ему представили переводчика его значит принимал Николай Первый лично то есть все было сделано для него его главным консультантом был никто иной как завсекториатом министерства владимир Иванович Даль они очень тесно с Гасгаузену контактировали когда тот был в России вот собственно Дальт его и опекал в этой поездке помогал чтобы все ему было и Гасгаузен 1942-1943 год проезжает вот всю Россию до Кавказа с Петербурга до Кавказа по Волге вот это вот да все центральные губернии конечно вот итоги его шокировали во-первых он сказал значит какое у вас здесь к черту матери православие все говорят как какое он говорит это у вас здесь из кабинетов наверное так видно петербургских высоких я значит посмотрел у вас вообще черти что происходит во-первых какое-то огромное передвижение народа что такое у вас происходит что они все мигрируют отсюда сюда какое-то вот непонятное на самом деле потом мы как-нибудь скажем почему это и что это вот затем это все очень внешне формально что они принадлежат по бумагам по бумагам которые мне показывали в губернаторских центрах в губернских центрах конечно да но когда я проезжаю через эту губернию вот это с трудом можно как-то представить это совершенно другие люди совершенно удивительно это кстати вызвало очень большое внимание там и Перовский и министр государственных имуществ граф Киселев все очень обратили на это внимание фактически в 1842 году русские императоры узнали о том что Россия совсем не такая как она кажется из высоких кабинетов это российский радиоуниверситет мы разбираемся в самых истоках будущих событий которые потрясли Россию и мы будем говорить и о прошлом и настоящем Радио России Российский радиоуниверситет это российский радиоуниверситет в студии Дмитрий Кононыхин наш гость доктор исторических наук Владимир Александрович Александр Владимирович Пыжиков прошу прощения Александр Владимирович мы только что дошли до очень такого удивительного момента когда при Николае Первом приглашает иностранцев ученых по сути дела это можно их назвать первых социологов или первого социолога Закс Гаузена который рассказывает император что вы не знаете своей страны она у вас не православная в том понимании которое вы считаете которым вы считаете вот здесь интересна роль министра внутренних дел графа Льва Алексеевича Перовского который вы упомянули это очень попродвинутый министр что тут произошло что за силы вдруг на фоне уваровских вот этих идей о православии самодержавии народности вдруг решили выяснить а насколько православен русский народ так Перовский сам по себе это действительно настолько интересный министр у нас обычно министр МВД это какой-то там солдафон ну это обычное понимание здесь оно совершенно неприменимо Лев Перовский во первых когда стал министром он что сделал он собрал в аппарат центральное министерство сильнейших ученых во первых о Дале мы говорили который был известен уже Владимир Иванович составитель толкового словаря он уже его собирал и очень все знали об этом целая пляда была например Надеждин это очень сильный он издавал сначала журнал телескоп потом значит у него были проблемы там что-то из-за этого Чадаева Николай Иванович Надеждин да потом он стал вот очень большим знатоком всех этих религиозных исторических дел очень много выступал там Терещенко который быт русского народа трехтомник написал даже Иван Петрович Сахаров и был такой этнограф там да ныне там тоже забытый он тоже был Перовским привлечен в Министерство Существовых дел там целый научный штаб сформировался по изучению народа именно там представьте себе уважаемые радиослушатели чтобы у нас сейчас фактически ведущие специалисты из института славяноведения из института русского языка из академии это все академия наук Российской Федерации чтобы они сейчас консультировали и проводили огромные этнографические огромные социологические исследования в рамках нашей современной страны ведь по сути дела когда мы говорим об экспедициях которые делали по поручению графа Льва Алексеевича Перовского 36 губерний и причем эти комиссии поехали по всей стране тайно изучать православен ли русский народ почему тайно? ну охват был большой 36 губерний да это была такая программа максимум но там не в каждую они выезжали они взяли для базовых три губерния Нижегородская Костромская губерния и Нижегородская Ярославская конечно мы лучше всего знаем о Нижегородской Ярославской по той причине что в Ярославской как раз этой комиссии в которой в Ярославле поехала находился Иван Сергеевич Оксаков которого тоже привлекли на службу в министерстве внутренних дел он был помощником можно по нашему говоря Перовского у нас любят читать а он молодой тогда чиновник министерство внутренних дел писатель Оксаков писатель посмотрите какие звезды находятся в министерстве внутренних дел он пишет о комиссии графа Юлия Ивановича Стенбака которая прошла по Ярославской губернии и они пришли в шок они были в ужасе ну вот эти вот очень хорошо в трехтомнике переписка Ивана Оксакова есть большой раздел переписка с родственниками там раздел и вот когда он в течение там двух лет проживал в Ярославской губернии то он отсылал письма переписка была с братом Константином который тогда еще был жив славянофилом известным да да известным один из лидеров славянофильского лагеря и вот он там это пишет что опять то же самое что Газгаузен говорил все документы взяли все синодальные поехались по уездам поехали да проехались по уездам какие они православные они никакие не синодальные они вообще пожалуй все беспоповцы это вот прям у меня проведены эти вот цитаты из писем Аксакова то есть совершенно другая среда и самое главное что он передает как человек остро чувствующий вот эту вот атмосферу где он находится среда недружелюбная которой как он писал не хочется поворачиваться спиной то есть они воспринимают барина а для них Аксаков барин как и все остальные представители правящей прослойки в крайне негативном ключе причем этот негативный вот этот вот взгляд он распространяется и на интеллигенцию которые также считают барскими сынками там какими-то в общем все равно оттуда а разве не так было на самом деле ну да все эти закончившиеся университеты все прочее это все одно и то же вот и вот эта вот разность причем недружественность основной массы населения и вот этой вот представителей власти в губернии и они как представители Петербургской приехали туда она очень сильно и четко ясно передана Аксакам в переписке родственникам где он смело значит писал о своих впечатлениях там да фактически получается Александр Владимирович что вопрос о вероисповедании который начиная с переписи Петра Первого занимал российских императоров это был не просто вопрос а численность хоть примерно не просто вопрос о том сколькими перстами ты крестишься как понял не понял русских а столь да а вопрос не просто даже мировоззрение а отношение к правящей верхушке к аристократии то есть это по сути дела прообраз это не просто религиозный вопрос это вопросы политические они туда выходят все неизбежно они же не существуют в изолированном состоянии особенно тогда вот и здесь как раз нужно сказать что вот эта вот недружелюбность вот эта вот она конечно Аксакова поразила он даже в одном письме пишет что чем все это закончится я сейчас эту цитату прочитаю по вашей книге грани русского раскола тревожно так он пишет да и Аксаков пишет право Россия скоро разделится на две половины православие будет на стороне казны правительства неверующего дворянства и отвращающегося от веры духовенства а все прочие обратятся к расколу все соки испорчены и едва ли есть исцеление кажется нам суждено только понять болезнь и созерцать как она пожирает постепенно еще не вполне зараженные члены когда кончится наша комиссия бог весть да да вот такие очень страшные характеристики это из письма да мы привыкли Аксакова воспринимать такого знаете охотника ходит и охотится ну так да записочки пишет он пишет неверующее дворянство отвращающиеся от веры духовенства конечно это не просто диагноз диагноз можно сказать это конечно и он очень звучит так сказать живо и современно абсолютно то есть когда мы говорим в начале разговора мы говорили понимаем ли мы сейчас на самом деле в каком состоянии находится русский народ огромный народ да его всем вот этом этническом национальном многообразии одно дело смотреть из столичных кабинетов другое дело отъехать за 100 километров от Москвы и там жизнь ох не сладкая вопрос когда мы говорим о роли старообрядчества вот что увидел Аксака в его комиссии или другие комиссии по стране что вы сказали вот это какая-то огромная циркуляция народных масс что это было увидели во первых что на самом деле все эти отчеты это филькина грамота это абсолютно в один голос все говорили вот та цифра которая указана в официальном отчете надо сразу умножать на 10-11 раз это решение тайной комиссии министерства всех трех вот этих которые жили там по два года они просто приехали уехали в 10-11 раз это все нужно увеличивать а затем уже смотреть что там на самом деле вот так вот Мельников Печорский он в Нижегородской этим занимался он это говорил действительно то есть фактически это если перевести на простой язык они писали что существует огромная вот эта вот российская Атлантида неизвестная они сделали как насколько я понимаю и она живет здесь бок о бок да оценивалась исходя из 2% тогдашнего населения оценивалась что в 50-ти миллионной России ну 2% это около 1 миллиона если умножить если умножить на 10-11 раз то это у нас уже каждый пятый да а если посчитать они же все считать умели ну конечно и эти цифры были консервативны совершенно другие горизонты и больше третье население а это уже очень серьезно нелояльно к власти конечно нелояльно абсолютно это очень серьезно то есть это получается что живет и существует в Российской империи какая-то другая реальность чуждая самому вот этого духу Российской империи духу вот этой правящей прослойки и церкви которая освещает эту царскую прослойку какие документы собрали это крайне взрывоопасно какие документы архивы собрала эта тайная инспекция и тайная комиссия Министерства внутренних дел вот они открыли вот по этим передвижениям они открыли они открыли секту как так называемых бегунов-странников она так в историографии закрепилась то есть это те люди которые не сидят на одном месте а постоянно где-то циркулируют причем они не просто бродяжничают как может показаться на первый взгляд они идут по четко определенным и выверенным маршрутам зная куда они придут к кому они придут это целая огромная сеть когда значит арестовали одного из тех кто вот был звенив этой цепи то у него оказалась там переписка значит с пол России полиция обалдела у Ярославской полиции такого не было в жизни никогда как у какого-то крестьянина то есть в крестьянской среде самое что на ней есть народная которая считалась забитая такая вся темная у нас еще до отмены крепостного права еще 20 лет вдруг скрывается что у нас по сути дела существует колоссальное крестьянское подполье вот в этой комиссии это и открыли фактически пришли к этому выводу это все в документах архивных отражено в питерском архиве о чем народ мы говорим сейчас внешне у нас буквально пара минут а что народ то что это за такое колоссальное подполье мы говорим старобрячество мы говорим мы об этом будем говорить это не то что заговоры подполья это просто эти массы жили совершенно другим мировоззрением они обладали совершенно другой ментальностью с которой не состыковывалось с официальной с официозом вот в чем дело этот официоз они считали чуждым какой-то пришедшим извне подброшенным и абсолютно этот официоз нужно от него избавиться все равно он не наш он не свой он принесенный откуда-то и вот эти вот две реальности они находились в таком жестком клинче пока они не соприкасались друг с другом не изолировались и вот поэтому официоз залез посмотрел и ужаснулся вот через эти комиссии Перовского что же на самом деле и поэтому получилось что у нас до смерти Николая Первого по сути дела огромные материалы этой комиссии Министерство внутренних дел графа Льва Перовского которые были собраны не только по трем главным все-таки по 36 губерниям оказали что более трети народа находится в расколе это только были самые первые цифры это российский радиоуниверситет сегодня была первая передача о русском расколе мы будем говорить о том чем же Россия была на самом деле что же такое Россия и как она воспринималась будьте счастливы всего самого наилучшего до новых встреч Субтитры подогнал f0